А вот, я не знаю, видели вы или нет, сейчас в интернете ходят, по телевизору показывают ролик, как кошка отогнала собаку от четырёхлетнего ребёнка. Собака соседская напала на мальчика маленького, и кошка просто... Вот это доказательство, я 45 лет говорю всем. 45 лет, что кошка – самое верное и преданное животное. Ну как? Кошка, она сама к себе, друг к человеку. Она преданное животное, она всегда будет защищать. Сколько у меня случаев было. Кошка, вот пришли люди, со мной начинают как-то громко разговаривать, за ногу его, раз, ну что такое? Тихо говори, спокойно, она думает, что ты на меня там нападаешь. Кошки, они, если любят, они отдадут себе всё полностью, у неё самопожертвование. И вот она кинулась, кошка, когда защищает своего родного, близкого человека, как это всё? Она, знаете, как русский дух в ней сразу просыпается, она бросается, на медведя может броситься. Кошка спасает от пожара. Вот у меня сколько раз на дачу вышел, вдруг щепка вылетела из печки. Так вот сразу как, а-а-а-а, как Чарли, как начал кричать. Ну так кричит. А я где-то там думаю, что такое так кричит. И кричит, и скребёт по секунду. Эй, детка, здесь вот так скорее. Я зашёл, смотрю, а уже там ковёр полыхает, раз, ведро обзалил. Вот если бы не этот позывной, дом сгорел бы полностью. Очень много случаев, когда кошки спасают человека. И при том, кошки во всех религиях мира, они признаются. Ну не во всех. Во всех, смотрите. Ну практически, да. Значит, она кошерное считается животное. Затем, она чистое животное. Кошерное, чистое. Затем в православном храм кошка может зайти в алтарь. Никогда она не... Собачка забежала. Первое, что она сквернит храм. Кошка никогда, ни по маленькому, ни по большому. Она чувствует священное место. Вот эти потоки. Ух, вы прям, по-моему, идеализируете. Да, Магомед, так он любил так кошек. У него было 17 кошек. И однажды во время богослужения у него уснул кот на мантии. И чтобы его не будить, он попросил кинжал и отрезал кусок мантии. Чтобы... Любимый кот. Понимаете, во всех религиях. И у мусульманов. Вот, я понял, почему в Турции-то коты такие уверенные в себе. Потому что, видимо, значит, там... Их не обижают. Да, да, да. Видимо, это традиции. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. По-честному. По-четному. collection. Профессионализм. В завтр과�ji. Профессионализма.